У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Эти удивительно красивые строчки по-настоящему понимаешь здесь. Когда полной грудью вдыхаешь этот удивительно чистый воздух, и он гонит кесород по каждой твоей клеточке, по каждому сосудику и уносит тебя в нирвану, которая зовется Архыз. Архыз встретил нас легким морозцем, ярким солнышком, благоголосием отдыхающих туристов и приветливыми улыбками местных жителей. В центре их дислокации, на Софийской поляне, гостям предлагают прокатиться на квадроциклах, размеры которых каждый выбирает для себя сам. От детских до невероятно больших для самых отважных. Мне с моими габаритами достался такой, средненький. Один из самых любимых видов отдыха для отдыхающих в Архызе – это катание на квадроциклах. И я вам скажу, впечатление остается самое незабываемое. Поехали! С опытными инструкторами можно отправиться на конную прогулку. Лошадки здесь добрые, покладистые, привыкшие к любым седокам. Главное – не показывать им свой страх и неопытность. Остальным хитростям научат инструктор. Они здесь все искусные наездники. Отдельный спектр развлечений предлагается детям. Ватрушки, карусели, полет на дельтаплане и многое другое позволит ребятишкам получить массу удовольствия в зимние выходные. Единственный, пожалуй, недостаток – так это снег. Его до этого времени года в Архызе не так много. Жаль, если глобальное потепление, о котором говорят ученые, коснется и наших мест. Поднимаемся чуть выше. Идем, идем. И вот первая база, которая встретилась нам на пути – Сосновый Бор. Решили сделать разведку, что и как. На территории, расположенной и правда в Сосновом лесу, стоят домики. Судя по размерам, для размещения в них разного количества людей – от 4 до 8. Есть и гостиничные номера для тех, кто предпочитает более комфортные условия. А это, видимо, тот, кто готов встречать гостей. Даже таких незваных, как наша съемочная группа. Знакомьтесь, молодой предприниматель Башир Батчаев. В бизнесе не новичок, а вот в области туризма делает первые шаги. И довольно успешно. Мы уже четвертый год строимся. Конечно, нелегко это нам дается тоже. Но для туристов стараемся, чтобы они с хорошими впечатлениями, конечно, уезжали. И чтобы приезжали к нам. У нас уже за эти три года есть свои постоянные клиенты. Ну, довольны, радостны. Приезжают, советуют. 15 лет прожил в Санкт-Петербурге. Там я начинал свой бизнес. Ну, и Архиз у нас начал развиваться. Но все равно домой надо, как говорится, возвращаться. Самый перспективный, на мой взгляд, это туризм. Я выбрал туризм, приобрел здесь участок. И строимся, как говорится. У вас семейный бизнес? Ну да, семейный бизнес. Семейный, да. Вы рабочих мест не предоставляете людям со стороны? Нет, почему. У меня как бы и администратор, у меня тоже как бы Санкт-Петербурга. У меня и рабочий тоже Санкт-Петербурга. Ну, и отсюда тоже. В этом году большой поток туристов, отмечает Башир. Приезжают из самых разных российских регионов. И, конечно, Башир и его команда стараются предоставить туристам самые современные услуги. Трансфер, комфортабельное жилье, вкусное питание. А еще на территории базы есть лыжный прокат и, да, баня и купель. Волки, душа-то еще может развернуться. В основном все на склон едут. Как бы тоже, кто не умеет кататься, как бы тоже предоставляем им инструкторов хороших, которые уже с опытом. Приезжайте к нам в Санкт-Петербург, вы здесь здорово отдохнете. Этим словам захотелось услышать подтверждение. Долго ждать не пришлось. Из Армавира на отдых приехала большая компания отдыхающих. У нас 11 человек. Мы приехали на трех машинах. Мы приезжаем каждый год, даже летом тоже приезжаем. Вообще Архиз очень сильно расстроился. То есть вот эта поляна раньше была, ну не было домиков, не было кафешек. Ну очень-очень давно, если брать. Вот, очень красиво здесь. Домики деревянные, чистые. Вот где мы снимаем сосновый бор вообще. И хозяин шикарный, и домики шикарные, и тепло очень в домиках. А так есть все развлечения. Завтра поедем на лыжах кататься. Вам что больше всего нравится? Конечно, природа. То, что здесь есть снег, потому что в Армавире у нас его как бы вообще нет. Вот, и природа, лес, горы, вода. И как тебя зовут, скажи, пожалуйста? Ева. И фамилию ты на твоей? Ева Круглова. И если дополните, Ева Круглова-Ващиславина. Ой, это обязательно дополнить. На чем ты больше всего любишь кататься? На матрушке. На матрушке. А планируешь лыжи освоить, например? Ну, на лыжах не умею. Ну, а в перспективе? Ну, так научусь. Что бы вы сказали людям, которые ни разу еще не были в Архызе? Представляете, такие даже в Карачаево-Черкесии живут. Какие бы аргументы вы нашли, чтобы вот, скажем, люди приезжайте сюда? Ну, Архыз, он как бы очень растет, очень перспективный. Как бы сервис очень прям не по дням, а по часам растет. Как бы, конечно, кто не приезжал, советую приезжать. А время обедать, однако, спустились к небезызвестному мостику через речку, где наше внимание привлекла группа молодых людей за трапезой. Прямо на улице. За уютным столиком мужчины ели что-то с большим аппетитом. Обслуживала их тетя Фатима. А точнее, Фатима Хубиева, хозяйка ближайшей кафешки. Горячий лагман, хачаны, салат, фрукты, ароматный чай. В воздухе пахло по-настоящему домашней едой. Почему вы приходите сюда столоваться, скажем так? Честно, я вам так скажу, здесь у нас во многих местах готовят. Но вот с первого дня, я помню этот день, когда я сюда попал зимой вообще, первый день, вот мой компаньон Рустам, он сказал, пойдем пообедаем. Вот с того момента, не знаю, когда мне мои друзья, ребята говорят, пойдемте куда-нибудь пообедать, я говорю, вот пойдемте к тете Фатиме. У нее очень вкусно, прям настолько, вот честно, даже сейчас вот мы пообедали, я прям наслаждаюсь этим. Оказалось, ребята работают на Софийской поляне, катают ребятишек на аттракционах, тем самым доставляют удовольствие не только малышам, но и в не меньшей степени себе. Что вы получаете от работы здесь, кроме свежего воздуха и хорошего здоровья? Удовольствие, удовольствие. Я от этого просто радуюсь, что вот среди таких красивых гор лес просто работает. Туристы больше и больше становятся. Но я вам скажу так, по сравнению с прошлым годом, я, честно, в этом году не ожидал, что такого потока будет, честно. Тем более после пандемии я вообще не ожидал. Но, слава Богу, спасибо, благодарю нашим туристам, приезжающим. Пускай дальше так же приезжают, очень это хорошо. А в какое время года тебе больше нравится приезжать сюда и отдыхать? Летом. Почему летом? Потому что тут растет земляника, еще летом тут очень красиво. И еще много аттракционов открыто. Мне нравится на лошадях кататься, на аттракционах, фоткаться везде, снимать все. А зимой я люблю на лыжах кататься. Не хотелось обходить вниманием и тетю Фатиму. Интересно же узнать, кто и чем кормит наших гостей. Давайте знакомиться. Уроженка Архыза, Фатима Хубиева, с 2014 года кормит отдыхающих блюдами традиционной карачаевской кухни и не только. Но в первую очередь хачанами, конечно. Хачаный, кто вас учил готовить? С какого возраста вы самостоятельно стали уже жарить, готовить тесто, фарш для начинки? Меня научила моя мама все делать, и хачаны делать, короче, готовить. Моя мама очень вкусно готовила, любила готовить вообще, все время готовила. И она научила. Я вообще с раннего детства научилась корову доить, потом все вот такое с тестом возиться я любила. Рядом все время стояла около мамы. Я видела, смотрела, как она все делает, и потом в классе, наверное, в пятом-шестом я уже сама, под присмотром мамы, я уже начала сама тесто ставить, хачаны жарить. И вот с таких ранних лет я уже научилась жарить хачаны. А у вас есть какие-то ваши фирменные секреты, которые вы применяете в приготовлении теста, в приготовлении фарша? Ну, кроме вашей любви, безусловной, которую вы вкладываете туда. Да, 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 есть, конечно. Вот бывает, было, ну, есть люди по-разному делают, добавляют все вот в фарш. Например, туристы однажды вот заметили, вот у вас фарш совсем другой, что вы туда добавляете? Добавляете. Настойчиво очень просила одна, я рассказала, что есть там, ну, сухая аджика, я говорю, добавляют это, кроме перца, там, соли, лука, всего. Ну, вот это как-то придает особый вкус такой. Было такое, то же самое, даже они фотографировали. А не боитесь делиться секретами? Да нет, я не боюсь, я хочу, чтобы люди все... Например, очень многие из Москвы приехал большой начальник с женой, вот здесь они ели. Жена подошла ко мне и говорит, можете поделиться секретом теста, у вас тесто чудо. Я даже сама вот в маленькой миске показала, как все делается. Патин, скажите, а сколько, как правило, ваши туристы, ваши гости съедают в тучу дом за один раз? Бывает, ну, бывает три, вот таких три штучки съедают. Бывает, кто, ну, жареная, кто не может, то две, а бывает и больше. Это поза... Вот бывает, я сама удивилась, у женщины, которые любят наши хачаны, они могут и три, и четыре заказывать вот таких. А больших размеров чебуреков тоже, они очень хорошо заказывают и очень с аппетитом кушают. К нам идут не только за чистым воздухом, но и за хорошими продуктами питания. Да. Откуда вы берете мясо, молочные продукты, вот для... Да, мясо, молочные продукты. Например, у меня сестра в Ауле живет, я стараюсь, конечно, у нее брать, она делает и сыр, и айран, а племянник держит скот, и мясо тоже стараюсь у него покупать. То есть за качество приготовления, за качество продуктов, которыми вы кормите туристов, вы несете полную ответственность и отвечаете за это? Очень-очень-очень. Я сама... То, что я сама кушаю, то и предлагаю туристам. Фатимочка, еще одно ваше фирменное блюдо – это салат. Да. Ну, расскажите, из чего вы его готовите, чем заправляете? Ну, вот это тоже в мою голову пришло. Я вот когда сижу, смотрю, придумываю, ну, как бы интересное что-то еще выдумать, ну, от себя. Да. И думала, думала, потом сделала один раз, просто, почему, они же сочетаются хорошо друг с другом. Продукты. Да. Болгарский перец красный, помидоры красные и крабовые палочки. Я сделала, попробовала, ну, на свой вкус, а потом уже и внучкам понравилось это, и туристам, и называется салат «Красное море». «Красное море»? А почему «Красное море»? Ну, не знаю, потому что все цвета красные. Может быть, есть просто мечта побывать где-нибудь на Красном море? Ну, это естественно, конечно. Как же не без этого? Мечты имеют свойство сбываться. Мечты сбываются. Конечно, перед подачей на стол продукты перемешиваются, заправляются майонезом, а чтобы глаз тоже радовался, добавляются листья зеленого салата. Есть еще один интересный факт из жизни Фатимы, которая уже давно имеет почетный статус бабушки. Таких женщин, как наша героиня, много по всему Архийскому ущелью. Приветливых, добрых, открытых. Готовых не просто вкусно накормить, но и в обратную дорогу проводить с чем-нибудь вкусненьким. Да, люди к нам едут полюбоваться красотой здешних мест, хорошо отдохнуть, набраться новых впечатлений. Только незабываемые впечатления – это еще и люди. Наши люди, живущие на Кавказе, в лучших традициях своих предков. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»